Привет, друзья! Это проект «Редакция Ньюз». Тут я говорю о событиях недели, на которые обратил больше внимания, чем на другие, и рассказываю, что думаю по этому поводу. Максимально субъективно, по возможности внятно и коротко. У вас мало времени, мы вас это ценим. Поехали! Все вокруг говорят о коронавирусе. Все его боятся. На русском языке даже звучит страшно. Коронавирус. Типа коронный, король всех вирусов. А мы же с вами знаем, как трепетно русский человек относится к монархии. Особенно в последние лет 20. На самом деле, название связано со строением вируса. Его шиповидные отростки напоминают корону. Расскажу вам поучительную историю. Когда я еще работал в телевизионных новостях... Сегодня суток Эвадора. Господи, на этом месте у меня почему-то сломался стул. И когда их еще кто-то смотрел, у нас там было несколько вечных тем. Но это, знаете, такие, когда не о чем рассказывать, а программа есть и рассказывать что-то надо. Беспроигрышный вариант – стихийное бедствие. Оно обязательно где-нибудь на земле происходит. Летом – пожары. Весной – наводнение. Потом зимой – первый снег. Зима пришла неожиданно. Цитирую по памяти. В условиях ненастья аэропорты работают по фактической погоде. Пилоты сами принимают решение об уходе на запасной аэродром. Абсолютно бредовая фраза для любого человека, который понимает хоть чуть-чуть в авиации, но об этом не здесь. Так вот, в ряду таких вечных тем страшный новый вирус, который угрожает человечеству. На RTVI мы даже создали отдельный загончик для этих тем, которые назвали инфошум. То есть, поймите меня правильно, я не говорю, что новый вирус – ерунда. Конечно, нет, раз от него умирают люди. Речь сейчас про реакцию СМИ и массового сознания. Город Ухань отчаянно сражается с заразой, которая может стать новой чумой 21 века. Во всех изданиях на первых страницах про то, что Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуации международного значения. Что Алиэкспресс прекращает доставку. Что Россия закрывает границу с Китаем. Что потери от сокращения потока китайских туристов составят миллионы долларов. И что, о ужас, могут отменить экономический форум в Сочи. Слушайте, давайте откровенно. Да, эта болезнь опасна, от нее можно умереть. Как и от обычного гриппа, кстати. Да, число заразившихся выросло в несколько раз за последние недели. Но давайте в абсолютных цифрах и в масштабе планеты. Заболели около 10 тысяч человек. Львиная доля в Китае, по остальным странам единичные случаи. Да, так не очень политкорректно говорить, но мы же сейчас про эпидемию, поэтому статистика важна. Речь идет о 10-тысячных в случае с Китаем и 100-тысячных в случае со всем миром долях процента, 1% от числа населения. Признаков того, что вирус угрожает миллионам, нет. На заседании ВОЗ официально сказали, нет необходимости в ограничении международных поездок и торговли. В России есть куда более реальные эпидемии. Например, число инфицированных ВИЧ. Только по официальным данным превысило миллион человек. Россия в числе самых проблемных стран по туберкулезу. 3,5 миллиона человек заражены вирусом гепатита С. Скажу еще проще. Наш с вами статистический шанс погибнуть в ДТП, упасть и удариться головой на скользком тротуаре или умереть от хронического заболевания, которое не было вовремя обнаружено, ибо только единицы в России проходят регулярные скрининги. Эти шансы неизмеримо выше, чем умереть от коронавируса. И если вам действительно боязно за свое здоровье, то нужно не столько носить маску, хотя, пожалуйста, если нравится, сколько пройти тот самый медицинский чек-ад. Это вам любой онколог и любой кардиолог подтвердит. А коронавирус, поверьте, как короновали, так и раскоронуют довольно быстро. Его уже неплохо изучили, даже успели вакцину разработать, применять ее разрешат через несколько месяцев после клинических испытаний. Пока ВОЗ рекомендует странам бороться со слухами и недостоверной информацией. Но лично мне понятно, почему СМИ так дружно ухватились за эту тему. Не хочу ни в чем обвинять коллег, но просто вирус – это кликабельный заголовок, а клики – это деньги. В этом, собственно, и есть главный секрет распространения коронавируса в интернете. В России, кстати, налицо еще одна вполне себе эпидемия жалобы обиженных граждан. В этот раз извиняться перед верующими пришлось Ивану Урганту. Прошу вас, пожалуйста, не обижайтесь. И если можно, отзовите свои проклятия. От имени верующих в этот раз оскорбились активисты православного движения «40-40». Они потребовали лишить Ивана российского гражданства. А депутат Госдумы Николай Зимцов обратился к новому генпрокурору Игорю Краснову с призывом возбудить против Ивана уголовные дела в связи с оскорблением чувства верующих и возбуждением ненависти. Зимцова оскорбил рождественский выпуск «Вечернего Урганта», где Иван как раз пошутил про чувства верующих. Вот цитата из петиции «40-40». В начале программы Иван показал фотокомпиляцию, пародирующую икону с изображением Иисуса Христа, и тем задал тон беседы с Жераром Депардье. Ведущий и гость постоянно кощунствовали. Извинения выглядели вполне в духе «Вечернего Урганта», как еще одна шутка, но программу от 7 января из сети удалили вполне всерьез. Уголовного дела, правда, не возбудили, что в условиях России уже можно считать триумфом здравого смысла. А вот стендапер Александр Долгополов на здравый смысл уповать не стал, и из России на всякий случай уехал. Опыт жизни здесь подсказал Александру, что яркий креатив вполне может обернуться душечкой. Вы наверняка слышали, что полиция начала проверку из-за жалоба жителя Орехова-Зуева, который обвинил Александра в сюрприз – оскорблении чувств верующих. До Саши в такую ситуацию попадал из известных стендап-комиков Данила Поперечный, посадить которого за шутки требовал депутат Виталий Милонов. Данила про это много рассказывал, и, надо признать, красиво отомстил Милонову несколькими очень острыми шутками. Вообще, слушайте, у меня полное ощущение, что когда речь заходит о стендаперах, правоохранители соревнуются в популярности с Юрием Дудем. Ну, смотрите, тот приходит к Щербакову, эти к Долгополову. Щербаков обещает подарить победителю конкурса тачку, а Долгополов вынужден прыгать в тачку и бежать. Что ж, понятные критерии популярности. Если ты что-то в России делаешь успешно, тобой заинтересуются либо Дудь, либо правоохранители. Долгополов сорвал джекпот, им заинтересовались обе инстанции. Так что Александра впору поздравлять с настоящим успехом. А если серьезно, то пытаться наказать комика за шутку – это максимально идиотский способ попиариться. Все же в школе, кажется, проходили «Нече на зеркало пенять, коли рожа крива». А помните, для протокола это не я, это Николай Васильевич Гоголь, писатель. Это эпиграф к его произведению «Ревизор». Боюсь, что Николая Васильевича и «Ревизора» не все из школы хорошо помнят. Сейчас вообще, как вы знаете, эпоха расцвета стендапа и юмористических шоу. Потому что есть запрос. А почему есть? Потому что смех разрушает страх. Это тоже не моя фраза, это другой классик. Смех освобождает простолюдина от страха перед дьяволом. Умберто Эко, имя Розы. Не только, добавлю от себя, простолюдина, и не только перед дьяволом. Долгополову пеняют, что он сразу побежал в интернеты жаловаться. Но публичность и общественный резонанс – это, кажется, единственное, что может действительно помочь в такой ситуации. Вот одна из знаменитых компаний в поддержку сестер Хачатурян. Помните, они убили отца, который над ними издевался? Мы летом делали выпуск про эту историю. Так вот, до последнего их все равно планировали судить за умышленное убийство группы лиц по предварительному сговору. Наказание вплоть до пожизненного. И вот теперь генпрокуратура сочла, что дело надо переквалифицировать со статьи убийства на необходимую оборону. По словам адвоката, в таком случае уголовное преследование сестер должно быть прекращено. И если так произойдет, это уже безо всяких шуток можно назвать победой здравого смысла. Мы продолжаем наблюдать за ежедневной упорной работой по переписыванию Российской Конституции. Чем больше мы узнаем, тем больше нам кажется, что все планировалось а. в тайне и б. в спешке. Вот сейчас всплыл закон 98-го года, 1900, о порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции. В нем говорится, что все поправки должны быть взаимосвязаны, иначе они недействительны. Не, ну как ни действительно понятно, что серьезные люди на такую казуистику обращать внимание не будут, тем более закон из каких-то лихих 90-х. Но все же поправки должны быть, если не взаимосвязаны, то логичны. Для этого и создана рабочая группа по подготовке поправок. Ну это там, где Захар Прилепин заседает. И она, группа, внесла уже больше ста проектов поправок. Более ста поправок на Конституцию, в которой 137 статей. Например, предлагается закрепить православие как основную религию. На всякий случай напомню, у нас в стране церковь отделена от государства. И в Конституции написано, что Россия светская страна, и никакая религия не должна устанавливаться в качестве государственной. Я заранее прошу прощения, если оскорбил чьи-то чувства. Есть инициатива закрепить в Конституции ответственность президента за нарушение Конституции. Это опять какая-то казуистика. То есть президент меняет Конституцию ради того, чтобы установить ответственность президента за нарушение Конституции. Думаю, не примут поправочку. Еще предлагают определить полномочия администрации президента. Вот это вот имеет смысл. АП-шечка, как ее любовно называют в кругу московских посвященных, это реальный орган управления страной, в отличие, скажем, от нынешнего парламента. Есть даже такое выражение «я поехал за стеночку» или «за красный забор». Так говорят значительные люди, когда едут туда к еще более значительным людям. И, как правило, имеется в виду вовсе не Кремль, а именно старая площадь, где расположена администрация президента. Кстати, знаете, что раньше находилось в ее здании? ЦК КПСС. То-то. Среди других инициатив переименование должности президента в верховного правителя. Серьезно. Эту инициативу даже прокомментировали в Кремле. Президент Путин ничего не думает по этому поводу, сказал Дмитрий Песков. Еще в Конституции предложили закрепить статус России как «державы-победительницы». По мнению сенатора Алексея Пушкова, этот статус определяет наше существование и внутреннее, и международное. Есть ощущение, что этот пункт уже давно принят и действует. Сейчас серьезно. Невозможно переоценить значение победы 45-го для всей русской истории и современного российского сознания. Конечно, великое отечественное – главное испытание, когда-либо выпадавшее на долю страны и людей в ней живших. Это бесспорно. Даже с учетом всех ужасов, творившихся до войны, я про репрессии, голод и раскулачивание. Но получается, что Вторая мировая никак не закончится. По крайней мере, ее идеологический фронт в России до сих пор открыт. Вот на неделе отмечалось 75-летие освобождения концлагеря Аушвиц, или как его еще принято называть, Освенцем. Памятные мероприятия прошли на фоне польско-российской словесной битвы. «Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за рубежом, чтобы достичь сиюминутных политических целей. Мы заткнем его правдивой информацией», – сказал Путин на встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций. Для тех, кто не следил, еще в декабре Путин обвинил довоенную Польшу в сотрудничестве с гитлеровской Германией, а польского посла в Берлине того времени назвал антисемитской свиньей. Польский премьер Матеуш Моровецкий в ответ написал, что Советский Союз и Третий Рейх вместе ответственны за начало Второй мировой. И понеслось. В Варшаве уже говорят, что Россия должна выплатить Польше компенсации. В Москве отвечают, что это Польша в долгу перед Россией за освобождение от нацизма. Вообще, эта дискуссия давно уже стала частью внутренней политики и в России, и в Польше. И чтобы эту битву завершить, действительно стоило бы опубликовать все документы о военном и предвоенном периоде, которые находятся в российских архивах. И Путин, кстати, когда говорил про поганную рты, он как раз обещал открыть Центр архивных документов о Второй мировой. И эту инициативу можно только приветствовать, потому что в наших архивах до сих пор много или прямо секретного о 30-х и 40-х, либо такого, что не выдают даже историкам. Судя же по опубликованным документам, по крайней мере, сталинская и гитлеровская репрессивные машины были схожи. Вплоть до того, что в 1948-м оборудование и бараки из концлагерей Бухенвальд и Мюльберг было решено сохранить и перевести в ГУЛАГ. Вот этот документ МВД СССР. И еще о словах Путина. Помните, он сказал маме осужденной в России израильтянки «Все будет хорошо». Мы упоминали эту цитату в прошлом выпуске. Ну и вот, Наама Иссахар вышла из подмосковной колонии. Большая удача, она провела там всего 10 месяцев, а могла бы 7,5 лет по приговору суда за контрабанду наркотиков. Ее с Гашишем задержали в транзитной зоне Шереметьево. Мы что тут увидим? Очередной триумф «Риалполитик», которую, как мы знаем, любят в Москве. Согласно этой концепции, неважно, что там говорится, делается все в мировых делах на основе торга и взаимной выгоды. Примерно как в бизнесе. Было же в целом понятно, что израильтянку, скорее всего, так или иначе отпустят. Вопрос был, что в ответ. Был вариант обменять Иссахара на хакера Алексея Буркова. Сорвалось. Израильский суд отдал его в Штаты. Теперь, как уверяют израильские СМИ, в обмен на освобождение Иссахар, Израиль согласился передать России Александровское подворье в Иерусалиме. Это здание 19 века со сложной историей владения. Официально факт обмена не подтверждается. Вроде как просто совпало по времени. Но это, конечно, лишнее напоминание о том, как делаются дела в большой политике. Кстати, Москва тут далеко не одинока. Что Трамп и Вашингтон сильно отличаются? Я же в этой истории вот еще на что обратил внимание. Как Израиль вписывается за свою рядовую гражданку. Девушку, попавшуюся с дурью, буквально выцарапывали из российской тюрьмы на уровне президента и премьер-министра. Это, честно скажу, вызывает уважение. Ну и тут нельзя не сказать про облом недели. Сорвалась грандиозная ностальгическая акция. Макдональдс обещал в честь 30-летия работы в России продавать Биг Маки по ценам 1990-го. То есть по 3 рубля ожидались и очереди образца позднего СССР. Вот из вас, думаю, немногие это помнят. А тогда нужно было отстоять несколько часов на морозе, чтобы зайти в этот благословенный первый Макдональдс на Пушкинской площади. И, конечно, вкус того гамбургера забыть невозможно. Я недавно зашел в Макдональдс, купил гамбургер. Совсем не то. Какой-то картон. А вот тогда... Но испытать ностальгию не удалось. Буквально за день до акцию отменили. Как писали в телеграм-каналах, правительству Москвы не понравилась идея массового скопления на Пушкинской. Как бы чего не вышло. Все-таки над Конституцией идет работа, ситуация сложная. А тут молодежь с бумажными пакетиками и, не дай бог, с пластиковыми бутылками. Прямая угроза безопасности. Официальная же версия отмены – риск коронавируса. Хотя корона – это вроде как не к Макдональдсу, а к Бургер Кингу. Это редакция Ньюз. Ставьте лайк, подписывайтесь. Эти действия Конституции пока не регламентированы. И еще, напишите в комментах, боитесь ли вы коронавируса. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok